Здравствуйте! В прямом эфире нашего телеканала вы смотрите выпуск новостей. В студии ведущий Егор Матаев. В начале выпуска коротко о главном. Почти полмиллиарда рублей в этом году направили на ремонт улиц Бийской агломерации. Ход работ проверил глава региона. Каковы результат? Фото в купальнике разрешается. Педагогам подсказали, как правильно себя вести в интернете, о новых нормах поведения в выпуске. Бийский духовой оркестр вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Подробности достижения далее. Почти полмиллиарда рублей в этом году направили на ремонт улиц Бийской агломерации. Ход работ во время рабочего визита в Наукоград губернатор края Виктор Томенко обсудил с руководством города, представителями подрядчика и общественностью. Значительную часть финансирования города удалось получить по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего в Наукограде отремонтируют почти 18 километров дорожного полотна на 19 улицах. Также губернатор проверил, как идет благоустройство бульвара Вали Максимовой в центре Бийска. Эту территорию онлайн-голосованием выбрали сами жители города. Подрядчик выложит бульвар «Брусчатка» и установит лавочки, урны и фонтан. Предусмотрены спортплощадка, велодорожки и пространство для выгула собак. Особое внимание уделят комфорту маломобильных граждан. Стоимость работ составит 38,5 миллионов рублей. Полностью работы завершатся до конца октября. 34 миллиарда рублей получит Алтайский край на реализацию национального проекта «Демография». Об этом в ходе пресс-конференции рассказала министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина. Нацпроект рассчитан до 2025 года. В Алтайском крае реализуют все пять направлений. Финансовая поддержка семей при рождении детей, содействие занятости женщин, старшее поколение, укрепление общественного здоровья, а также спорт, норма жизни. Их цель – увеличить рождаемость в регионе, а также среднюю продолжительность жизни. Например, проект финансовой поддержки предполагает выплаты и льготные условия, связанные с рождением ребенка, выплаты за первенца, третьего ребенка и льготную ипотеку. Первые шаги делает на сегодня мера поддержки как льготная ипотека, которая сегодня достаточно, я думаю, что будет востребована 6%. У нас как минимум 19 банков в Алтайском крае предоставляют данную меру поддержки. И она распространяется, если даже семья взяла ипотеку ранее, а ребенок родился с 1 января 2018 года по 2022 год, они могут, соответственно, воспользоваться данной поддержкой. Также нацпроект «Демография» нацелен на увеличение средней продолжительности жизни до 76 лет. Сейчас этот показатель составляет 71 год. Проект «Старшее поколение» предполагает развитие здравоохранения, проведение осмотров и диспансеризации. Ситуация на сегодня складывается в том, что даже если мы выполним показатели по диспансеризации, надо еще одну маленькую составляющую, чтобы все рекомендации врачей, указанные, они исполнялись. И порой нам кажется, что есть волшебные таблетки для долголетия и для вообще общего самочувствия. Но по сути мы замечаем, как только мы меняем общество, меняем среду, меняем образ жизни пожилого человека, у него само собой отпадает необходимость постоянным медикаментозным и врачебным сопровождением. Минутой молчания в Барнауле сегодня почтили память жертв теракта в Беслане. На площади перед Алтайским техническим университетом собрались сотни студентов и просто неравнодушных жителей краевой столицы. Вместе с ними о страшных событиях сентября 2004-го вспоминал мой коллега Глеб Полянский. Ровно 15 лет прошло со дня штурма школы номер один в Беслане. Террористы захватили заложников в День знаний и больше двух суток удерживали под прицелом детей, родителей и педагогов в заминированном спортзале. Террористы воспользовались тем, что детские сады в городе в тот день были закрыты. Многие родители, бабушки, дедушки пришли на школьную линейку с малыми, малолетними детьми. В течение двух дней власти вели с преступниками переговоры, однако, когда 3 сентября в школе раздались взрывы, было принято решение о немедленном штурме. Бой с террористами продолжался до вечера. В результате, благодаря героизму бойцов спецподразделений, большую часть заложников удалось освободить. Мы как раз в это время в городе Моздок находились, выполняли там свои задачи. Когда произошли все эти события, было напряженно, тревожно из-за людей, из-за ребят. Потому что террористов нельзя поощрять, нельзя им прощать то, что они делают, то, что они творят. Я уже сказал, потому что это просто убийство. Это убийство невинных людей. Силовые ребята из силовых структур, они погибли, выполняя свой долг, остальных они просто убили. Барнаул почтил память погибших минутой молчания, а митрополит барнаульский и алтайский Сергий отслужил литию в часовне святой мученицы Татьяны. Многие сегодняшние студенты в 2004-м были еще дошкольниками, но количество собравшихся на площади не оставляет сомнений, что жертв теракта будут помнить еще многие поколения россиян. Глеб Полянский, Сергей Балуев, новости. Всероссийская перепись населения пройдет в октябре 2020 года. Регистраторы уже начали предварительный обход домов в Алтайском крае. Они собирают данные и готовят базу для учета в следующем году. Весь сентябрь в регионе будут работать больше 850 регистраторов. Их задача обновить списки домов, вычеркнуть давно снесенные объекты и отметить на карте новостройки. Специалисты уточнят, сколько человек проживает, число квартир и наименование управляющей организации. Всего в Барнауле сформировано 126 регистрационных участков. У каждого регистратора есть свой картографический материал местности, на которой он работает. Карты, а также список домов. Также обязательно проверят и указатели улиц, номера домов, чтобы в следующем году было легче найти нужный участок. Напомним, в России перепись населения проводится раз в 10 лет. По переписи 2010 года нас, ну я округленно скажу, было 2 миллиона 400 человек, на сегодня нас уже 2 миллиона 300. Поэтому вот именно точную цифру нам и позволит перепись узнать. Но ведь перепись нам дает не только количество. По результатам переписи мы очень много информации получаем. И состав домохозяйств, и образование, и источники дохода, и много-много, и национальный состав населения. Повышение выплат сельским пенсионерам и отмена справок в детский сад. Подробнее о том, как изменится жизнь россиян в сентябре, смотрите далее. В начале сентября пенсионный фонд формально завершит перерасчет страховых пенсий. С января он шел в России в беззаявительном порядке. Самая большая прибавка положена неработающим сельским пенсионерам, которые проработали в сельском хозяйстве больше 30 лет. Их ежемесячные выплаты увеличиваются на 25% от суммы фиксированной выплаты. А это в среднем около 1000 рублей. Те, кому не провели перерасчет в автоматическом режиме, с сентября могут подать заявление. С начала сентября беспилотные летательные аппараты, в том числе игрушечные дроны, нужно будет ставить на официальный учет. Регистрировать придется устройство весом от 250 грамм до 30 килограмм. Срок в течение 10 дней с момента покупки. Регистрации подлежат как устройства, произведенные в России, так и ввезенные из-за рубежа. После регистрации дроны внесут специальную базу. В случае кражи или утери устройства об этом также нужно будет сообщать. Рассматривать заявление и вести реестр будет Росавиация. И еще одно нововведение сентября. С началом учебного года родителям больше не нужно ежегодно предоставлять в детские сады медицинские справки из поликлиники, как это было раньше. Теперь справки понадобятся только тем детям, которые оказались в местности, где были зафиксированы эпидемии. При этом в рамках перехода на электронный документооборот такой учет должен будет вестись автоматически. Анна Алымова, Екатерина Питунина, Новости. Педагогам подсказали, как правильно себя вести в интернете. Общероссийский профсоюз образования и Министерство просвещения обновили нормы профессиональной этики для учителей. Документ должен защитить права и детей, и учителей. Подробнее в сюжете Вадима Слюсарева. Что можно выкладывать учителю в интернет и как стоит себя вести с учениками? С этого года появилось новое положение о нормах профессиональной этики педагогических работников. Его разработал и направил в регионы Общероссийский профсоюз образования совместно с Министерством просвещения. Поводом для обновления правил стало увольнение весной этого года барнаульской учительницы Татьяны Кувшинниковой за фото в купальнике, несмотря на то, что она занимается плаванием. Тогда педагоги со всей страны поддержали коллегу, устроили флешмоб учителя, тоже люди, и выкладывали свои фото в купальниках, чтобы добиться изменения в принятых нормах. На самом деле уже ущемление прав какое-то идет, человека просто даже, не то, что учитель. Педагог, понятно, он должен быть на своей работе в соответствующем виде, подавать ученикам пример поведения и одежды. А свободное время, я думаю, он имеет право проводить, как он хочет. Пять лет назад уже был разработан модельный кодекс профэтики педагогических работников. Однако формулировки в нем были расплывчаты. Например, в случае с одеждой. Модельный кодекс предписывал педагогам во что бы то ни стало соответствовать общепринятому деловому стилю. Но тогда возникает вопрос, что делать учителям физкультуры и труда. И таких примеров множество. В новом документе избежали расплывчатых формулировок. Данное положение более конкретное. Во-первых. Во-вторых, мы постарались убрать все те нормы, которые могли быть двояко истолкованы, причем не в пользу педагогических работников. И самое главное, данный документ четко определяет те федеральные законы, на которые ссылается комиссия, которая будет рассматривать урегулирование споров. Главная рекомендация новых норм – воздержаться от размещения в сети интернет информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей. Также учителям следует избегать ситуаций, способных нанести вред чести, достоинству и деловой репутации педагога или школы. Если соблюдать новые правила, образовательный процесс пройдет плодотворно и для педагогов, и для детей. Вадим Слюсарев, Сергей Сидых, Новости. Больше тысячи учебных мест дополнительно создали в Алтайском крае к новому учебному году по поручению Виктора Томенко по национальному проекту образования и 10 инициатив губернатора. Около половины школ обновили свою материально-техническую базу. Получили новые автобусы, предметные и компьютерные классы, медицинское и кухонное оборудование. За счет средств федеральных субсидий отремонтировали 9 спортивных залов в сельских школах. Еще 14 спортзалов за счет краевого бюджета. Четыре школы в этом году обновили. Еще пять школ ждут планового ремонта в 2020 году. Для развития образования в регионе появятся мобильные кванториумы и IT-куб. В них алтайские школьники смогут осваивать новые технологии. Теплая и сухая погода ждет жителей Алтайского края в сентябре. Таков прогноз Росгидрометеоцентра. Температура воздуха будет на уровне средних многолетних значений. А это плюс 11 градусов тепла. По данным синоптиков, осадков в начале осени будет меньше, чем в прошлом году. И к другим новостям. Бийский духовой оркестр вошел в Книгу рекордов Гиннесса. 1 сентября в Санкт-Петербурге музыканты приняли участие в беспрецедентном мероприятии. 181 оркестр, в том числе бийский и 200 хоров со всей страны, вместе исполнили гимн России, отпраздновав его 75-летие. Официальный судья Люсия Сингальези зафиксировала рекорд. 8907 участников. А вместе со зрителями на стадионе, исполнявшими гимн, получилось более 40 тысяч. Новый спорткомплекс открылся в селе Алтайское. Это подарок ученикам пятой школы и жителям района от компании Мариара. К новому учебному году все подробности у Евгении Князевой. Новое футбольное поле с искусственным покрытием, хоккейная коробка и спортивные снаряды. Теперь ученики школы номер 5 села Алтайское смогут не только полноценно заниматься на уроках физкультуры, но и проводить свободное время с пользой для здоровья. Этот спорткомплекс вместе с сотней футбольных мячей и хоккейных клюшек подарила району компания Мариара. Очень мало таких современных площадок. Мы решили построить как раз практически во всех крупных населенных пунктах, в которых мы работаем, где нам наши покупатели помогают зарабатывать в эти же деньги, которые мы решили, та же часть заработанную, тратить на их же благо, на благо их детей. Раньше на месте спорткомплекса находилось старое строение. Заниматься на таком было сложно. Как признаются школьники, в этом году особенно ждали приближения первого учебного дня. Не терпелось поскорее наступить на новое поле и попробовать свои силы на тренажерах. Мне очень интересно, очень радостно, что у нас в селе открылось такое. Я не видел такое даже ни в Барнауле, ни в Новосибирске такого я не видел. А тут у нас в райцентре такое открылось. Мне очень радостно. Многие очень ждали открытия именно спортплощадок и корта, так как тут на переменах очень много проводят времени ученики школы и даже в неурочное время. Сразу же после открытия спорткомплекса здесь прошел футбольный турнир среди местных команд. Проигравших в нем не было. Среди четырех районных команд призы от Мариера получили все игроки. Сборную вручили сертификаты на приобретение спортивной формы и инвентаря на общую сумму более 250 тысяч рублей. Так, за первое место награда была 100 тысяч рублей, за второе 70, за третье 50 тысяч, четвертое место 25 тысяч. Первое место заняла команда Алтайской школы номер 5. Кстати, ее Александр Федорович Ракшин, директор компании Мариера, закончил 50 лет назад. В турнире участвовали команды из сел Алтайская, Россаши, Старая Белокуриха, Новокаменка. Спорткомплекс от Мариера появился не только в Алтайском районе. Аналогичные открыли в Новоалтайске и Новокузнецке. В следующем году компания планирует построить еще три. Евгения Князева, Сергей Седых, Новости. На этом у меня все. Итоги дня. Как всегда, подведем ровно в 20.30. Будьте с нами.